МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поговорить на тему, которая, может быть, кому-то покажется, наверное, не очень актуальной. Обычные актуальные темы – это у нас традиционно дороги, это отопительный сезон. Ну, о дорогах и отопительном сезоне мы, считаю, поговорили достаточно. Сегодня мы будем говорить о работе администрации с гражданами, то есть со всеми нами. Как чиновники взаимодействуют с властью? Как чиновники взаимодействуют с людьми? Вот видите, даже такая оговорка, что называется, по Фрейду произошла. Итак, тема взаимодействия власти и общества. Как вот эта работа, выстроенная на сегодняшний день, куда поступают обращения граждан, кто ими занимается и как власть реагирует на эти обращения? Евгений, ну, граждане нашего города, горожане могут обратиться в администрацию города Рязани по нескольким, так скажем, направлениям. Ну, в первую очередь, это, конечно, отдел по обращению граждан, можно будет позвонить, звонок будет зафиксирован, он будет записан и представлено на рассмотреть. Можно обратиться к нам на сайт, можно обратиться на сайт администрации, есть электронная почта администрации. Конечно же, мы проводим прием граждан. Я провожу прием граждан и мои заместители три раза в месяц. На сегодняшний день 260 человек мы вместе с заместителем приняли. Это график обязательный. Заместители еще проводят выездные приемы в районах нашего города. С чем идут люди на прием? С какими вопросами они обращаются? И какой, скажем так, процент вот этих вопросов, что называется, можно решить? Ну, на сегодняшний день у нас 5,5 тысяч обращений граждан в 2014 году. Большинство обращений связаны с первым. Это социальные вопросы, это жилищно-коммунальные вопросы, спорные вопросы по земле. Конечно же, вопросы связаны с работой управляющих компаний. Если брать, это где-то 50%. Если брать раздел экономики, то это благоустройство дворовых территорий, установка детских площадок, то, что мы делаем вместе с советами территории. Вопросы, связанные с экологией, это где-то 30%. В вопросах ЖКХ на первом месте стоят вопросы по заключению договора, договору социального найма, перезаключение этих договоров, консультации по тарифам, по стоимости, по тому же начало отопительного сезона. Работы, связанные с управляющими компаниями, с качеством предоставляемых услуг. Это то, что по разделу ЖКХ. Наверное, те самые актуальные вопросы, к которым граждане обращаются. Очень много по социальной помощи, социальной обеспеченности населения. В прошлом году, когда была сформирована новая администрация города Рязани, в ее структуре появилось новое подразделение, которое получило название «Управление по работе с населением на территории». То есть, по сути, управление по работе с гражданами, с гражданами. Прошел год. Насколько, на ваш взгляд, власть стала ближе к людям посредством этого управления? С какой целью оно создавалось? Удалось ли этих целей достичь? Евгений, я считаю, что управление делает первые шаги, и результат есть, и он дальше будет только усиливаться. Наша задача, чтобы, как говорится, чтобы муниципалитет мог дотянуться до гражданина рукой. На сегодняшний день мы наделили это управление еще взаимодействием с управляющими компаниями. То есть, тот процесс, который был раньше, был звонок префекту. Префект звонил в управление энергетикой ЖКХ, и после этого рассматривал управление энергетикой ЖКХ вопрос, и потом шла какая-то реакция. Сейчас, на сегодняшний день, мы наделили управление по работе с населением полномочиями, когда все обращения, которые связаны с работой управляющей компании, они решают сразу же на местах. То есть, проводят с ними постоянные планерки, с ними взаимодействуют. И руководитель нашего управления, Александр Борисович Кулаев, прошел путь и начальника АТИ, и директором управляющей компании был. То есть, мы его как бы готовили для этой работы. В то же время подняли уровень ТОСов, ТСЖ и Советов территорий. Совет территорий – это такая общественная структура в каждом из 20 округов города. 20 округов – это те самые округа, в которых избирались депутаты городской думы. И в эти советы территории может войти любой человек. Любой человек, который заинтересован, скажем так, в развитии своего округа, который интересуется его жизнью, который хочет участвовать, ну, по сути, в таком мини-управлении города. И эти советы территории, они собираются на регулярной основе, возглавляют их депутаты и, по сути, являются таким вот, ну, самым, наверное, простым проводником от населения к власти. – Да, Евгений, потому что некоторые работы, которые на сегодняшний день проводятся в городе Рязани, и мы делаем только через советы территории, мы определяем приоритеты через советы территории. Конечно же, есть и проблемы, где-то есть недоработки, это обязательно будет, когда что-то делаешь. Но вы нас в курсе, что, например, программа установки детских площадок мы делаем только с советами территории. – То есть люди собираются, обсуждают и решают, в каком дворе и округе конкретно вот сейчас лучше поставить дворовую площадку, детскую площадку? – Где лучше поставить детскую площадку и какие элементы, какого завода. И сам, так скажем, набор элементов этой дворовой площадки определяет советы территории. Потому что, ну, кому-то кажется, что там должно быть пять элементов, и они должны быть другие. Кому-то кажется, что на сегодняшний день в этот двор достаточно добавить одни качели, а другому двору надо уделить больше внимания. Это очень сложно найти тот компромисс, который есть. И мы считаем, что именно граждане, которые живут в этом округе, которые входят в территории, которые на сегодняшний день не безразличны, как они живут, вот именно они, наверное, должны определить власть для людей, а не люди для власти. То есть власть не имеет права, не должна, наверное, определять это все. – Самостоятельно. – Да, самостоятельно. Должны определить граждане, а уже власть должна исполнить, должна исполнить качественно. И гражданам это передать и показать, что она это сделала. То же самое по дворовым территориям. Да, возникает проблема где-то там у нас и качество нас подводит, но мы это контролируем, мы контролируем это вместе с советами территории. Где-то есть там от граждан после того, как мы сделали дворовую территорию, предложение там сделать парковку, мы им тоже это помогаем. То есть и приоритеты, какой двор делать раньше, какой делать позже, в течение там у нас программы 5-7 лет, вот, какой двор делать раньше или позже, наверное, должны определять граждане, которые там живут в этом округе вместе с депутатами. – Ну то есть по сути с созданием управления по работе с населением на территории и с началом активной работы совета в территории выстроилась такая вот вертикаль, что называется, от людей к самой вершине городской власти. Пирамида получается. – Ну мы стараемся ее выстроить. – Рядовой человек, совет территорий, управление по работе с населением на территории, дальше профильный зам и в конце концов глава администрации города Рязани. Правильно, Евгений? – Правильно, Евгений. – Да, правильно, Евгений. – Что необходимо добиться того, чтобы чиновники, в том числе и низового уровня, общались с гражданами, с населением города Рязани, ну, по крайней мере, вежливо. Губернатор поставил задачу искоренить хамство среди чиновников. Знаю, что вы в курсе этой задачи и какие шаги намерены предпринятия согласными с такой постановкой вопросов? – Согласен на 100%, даже на 200%, потому что граждане должны получать качественную услугу от власти. И когда на звонок гражданина отвечает грубо и не производит объяснений, не дает каких-то разъяснений, ну, чиновник за это должен быть увольнен, то есть если он не смог научиться. – На сегодняшний день мы для себя разрабатываем некоторую программу, дорожную карту, чтобы реализовать поручения Олега Ивановича. Ну, в первую очередь мы определили те управления, которые чаще всего работают с населением и направили их сейчас на учебу. Надо будет, конечно, людей учить этому, ну и параллельно мы их будем тестировать, кто в принципе может общаться с людьми, а кто не может общаться с людьми. Мы проводили совещание, даже было интересно, мы на совещании вечером сделали несколько звонков в наше муниципальное предприятие, спрашивали, когда будет начало отопительный сезон. Ну, просто для себя не представляю, кто звонит. В одном предприятии хорошо объяснили и сказали, что еще не настало время, и нужно определенную температуру, определенное количество дней. Вот, объяснили, когда, скорее всего, начнется отопительный сезон. Ну, а в другом, по сути, там послали, да. Мы будем это искренять, Евгений, и это надо делать обязательно. Это главная на сегодняшний день задача, которая стоит вот на три месяца этого года, ну и на следующий год. В энергетике было, есть хорошее правило и закон, что все диспетчерки переговора записываются. Ну, будем учить наших чиновников, если не будет у них получаться, можем дойти до такой меры, что просто будем записывать телефонные разговоры и подбирать тех людей, которые умеют общаться с гражданами, которые соответствуют должности муниципального служа. Ну, общение с гражданами в последнее время приобретает, скажем так, не только такие вот вербальные формы, да, посредством телефонного общения, личного общения, но в последнее время все больше и больше развивается интернет общения. То есть, электронные гаджеты сейчас, ну, есть у очень большого количества людей и совершенно не затруднит никого залезть на сайт, задать какой-то вопрос там. Насколько я знаю, администрация города сейчас совместно с коллегами-журналистами готовит проект, который призван, скажем так, улучшить, опять же, взаимодействие власти и населения через электронные способы общения. Да, Евгений, мы изучали опыт наших соседей, ну, и вообще городов Российской Федерации. Больше всего нам понравилось, как это выстроено в Москве, город Мос, есть такой сайт. Мы тоже после поручения Олега Ивановича разработали такой сайт вместе с журналистами города Рязани. Он готов, он протестирован. И, конечно, на следующей неделе мы покажем его правительство Рязанской области, покажем губернатору, посмотрим, какие-то есть еще замечания. И после этого планируем его где-то с 1-го числа, 1-го октября запустить. Нам очень важно, чтобы граждане имели такую возможность, чтобы они могли написать, поставить ту проблему, которая есть в городе, и после этого получить на нее ответ. У всех есть возможность посылать, например, письмо или звонить, и в Москве она очень хорошо работает. То есть мы будем отчитываться, как было и как стало. И человек может проверить, так ли это на самом деле. Ну, конечно же, вначале хотели запустить по двум направлениям. Это первое – это проблема дворов, ну и начало топительного сезона. Заодно посмотрим, как наши чиновники смогут правильно и вовремя реагировать, потому что это будет обязательно для исполнения для них всех. Все заявки, которые туда будут, или те замечания, которые есть, будут поступать. Они будут автоматически поступать в администрацию, распределяться между управлениями. Управления должны будут в течение 15-20 дней это исправить и отчитаться, что это сделано. И гражданин может посмотреть. Было так, стало так. Петрович, ну вот сайт «Город Мос» подразумевает, что любой человек может поставить на карте города какую-то проблему. Не вывезен мусор, трещина, я не знаю, там в асфальте как бы там, да, отсутствует озеленение, что-то еще, да. И власть на это обязана пророгировать. То есть будет так же? Да, обязана это сделать. Ну, можно сюда еще добавить, где-то там уличное освещение не горит, и во дворе освещения нет. Где-то сломался там, ну, какой-то элемент детской площадки, где-то неправильно припаркована машина. То есть и власть обязана будет отреагировать, и не только обязана отреагировать, но и перед гражданином отчитаться, по крайней мере, там на сайте, что это сделано, и гражданин может проверить. Ну, на самом деле, ведь всех проблем-то не решишь, и проблем очень много, и как бы понятно, что вот, если я сейчас там ставлю точку, что здесь там плохая дорога, как бы, да, дорогу-то отремонтировать очень много средств надо. То есть готовы к тому, что обращений будет очень много, и далеко не все получится решить, что называется так вот сразу. Евгений Готов, ну, по крайней мере, мы гражданину объясним, что эта дорога находится в плане, она там будет делаться, там, или там дворовая территория, не в 15-м году, а в 16-м году. Дисциплинируйте чиновников, чтобы они понимали, что написав ответ и поставив там 16-й год, это будет не отписка, он обязан будет это сделать там в следующем году. Ну, есть ведь много мелких всяких проблем, ну, которые раздражают наших горожан. Там, вывоз мусора, опять мы же называем одно и то же, там, лампочка не горит, там, управляющая компания обещала сделать там, ремонт подъезда не сделала. Дерево не смирено. Да, дерево не смирено. Это их, я говорю, множество. Какой-то там нерадивый сосед там бросил машину, и она там уже стоит там полгода во дворе, ее уже все разобрали. Таких проблем много, лавочка сломалась, то есть плохо работа там управляющая компания по пуску тепла. Или там РМПТС, наше муниципальное предприятие, теплоноситель еще не поставил, а где-то отчиталось. Поэтому такие проблемы можно решать сразу же, и сайт, я думаю, тот, который будет называться «Исправим вместе». Мы долго тестировали, ну, придумали такое название. Мы считаем, что вот это поможет нам вместе с горожанами исправить вместе те проблемы, которые есть в городе. Ну, по крайней мере, на бытовом уровне мы их обкатаем, и потом приступим уже к другим проблемам, которые есть в городе Рязани. Спасибо. Виталий Артемов, глава администрации Рязани, о работе власти в городе для людей и только для людей. Это была программа «Лицом к городу». До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова